Здравствуйте, это уроки программирования на C++ с использованием библиотек Qt, уже версии 5.3. Урок 14, Q-Settings. Да, опять Q-Settings, но на этот раз мы рассмотрим работу с ним, то есть запись, чтение из реестры. Мы с виндовой библиотеки сейчас сидим, то есть с виндовой среды разработки, с виндового компилятора менеджевым, и, следовательно, с виндовых библиотек Qt. И вот мы будем сейчас работать с реестром. Предлагаю сегодня разработать программку с GUI, то есть с графическим интерфейсом, которая позволит нам вносить значение в реестр. Также мы рассмотрим, как взять автозапуск с помощью Q-Settings вашей программы. Что хочу сказать. Вначале просто скомпилим наш проект. Он пустой пока что. Как видите, простое окошко. Простой фрейм. В общем, зададим ему фиксированные значения. То есть обратимся к нашему классу ZIS. И зададим ему Fixed Size. Можем задавать фиксированные значения по высоте и ширине. Как хотите. Я задам и по высоте, и по ширине одновременно. Давайте, например, попробуем 380 на 120. Пусть такое фиксированное значение будет нашего виджета. Этого будет достаточно. Итак, я небольшой графический интерфейс уже сделал. Процесс я пропустил, дабы не томить вас, так как видос не об этом. Ну, в общем, тут я добавил еще QLineGit. VR и VRi. Для обозначения QLineGit сделали так. Расположили 2 QLineGit для введения значения с реестра и названия. То есть название будет вводиться, тип. Тип у нас строковый, то есть reg.sz и значение строковое. Давайте его сейчас скомпилим. Вот. Такой вот небольшой интерфейс. После нажатия кнопки «Занести» будет занесено и значение в реестр. Давайте доделаем самое основное и приступим к QSetting. Итак, предположим, начнем отписывать. Нам нужно после нажатия на кнопку занести значение в реестр с помощью QSetting. Давайте его подключим. Опять же, QSetting. Объявим его динамическим. И сейчас будем рассматривать. Давайте назовем reg.set. Пусть будет. Так, вот мы объявили. Все по тому же принципу. Указываем значение в строке в этой. Указано строковое значение в QString. И указываем формат. Помню, где я говорил, есть формат нативный, то есть через реестр в данном случае. И формат INI, то есть файл INI будет заноситься в настройки. Но нет. На этот раз мы выберем значение натив формат. Так. Здесь в строке в этой нужно указать как раз путь в реестре. То есть ветку реестра надо указать. Открываем редактор реестра. И я предлагаю поставить ветку в реестре для нашей программы. Куда и большинство прок для конкретного пользователя кладут. То есть hk current user software. Здесь мы укажем. Копировали. Копировали. Софтвейер. И укажем название. Давайте назовем. UsetTest. Пусть так она называется. Все. Мы создали, можно сказать, свой раздел. Свой каталог в реестре. Для этой программы. Объявлено. Остальное заносится в реестр. И читается отсюда точно так же, как и при работе с. И не файлом. Будем заносить значения из QLineEdit. Будем заносить значения в реестр с наших QLineEdit. В рейд и нейм. Для начала сделаем проверку, чтобы значения не задавались пустые. То есть, сделаем проверку, не пусты ли наши QLineEdit. Если readText не равно пустой строке. и name.txt не равно пустой строке. то будем заносить значения как раз. rxset setValue указываем название строку для названия и значения. Мы решили сделать только строковые значения. Для этот раз можно любые значения, как и через конфигурационный файл и не абсолютно. Давайте назовем как. Название у нас есть уже от QLineEdit name name.txt и writeText Вот эти значения будут занесены в случае, если они не пусты. Давайте скомпилим. Да, я пропустил один слэш. Так, все. Итак, с реестром почти закончено. ASOS только очистит значение qsettings deleteqrxset. Давайте теперь тестировать. Вот наша программа небольшая. Сейчас мы внесем значение. Введем название его. Давайте назовем view settings test и значение введем. Значение у нас будет следующим. Давайте какого-нибудь. Пусть it's work. Занести. Мы нажали на кнопку занести. Теперь просмотрим наш реестр. Вот как раз это я уже удалю. Я просто тестировал. Так, вот как раз наше значение qsettings test появилось с типом rxsz с надписью it works. Можем еще занести до кучи значений. Если мы будем одно и то же в нашем случае нажимать, то она будет перезаписываться. Но вы можете как хотите потом усовершенствовать, например, сделать так, чтобы она читала потом ваши значения при запуске или еще что-нибудь сделать. Взять, например, чтобы она их отображала и удаляла. Ну, в данном примере я сделаю именно так. Вот сейчас смотрите, обновим. Нам нужно естественно еще название изменить, чтобы была другая ветка. Вот. Как видите, оно работает. Субтитры создавал DimaTorzok